День открытых дверей в режиме онлайн. Социально-гуманитарный колледж на своей страничке в соцсети ВКонтакте познакомил потенциальных студентов со своей историей и специальностями, обучение которым можно пройти в стенах старейшего учебного заведения региона. Мария Даник расскажет подробнее. Социально-гуманитарный колледж, который изначально готовил кадры для педагогического отрасли Нейнского округа, уже давно стал многопрофильным учебным заведением региона. И мы готовим специалистов по разным направлениям. Наши выпускники работают в детских садах, в школах, работают в больницах, в поликлиниках, работают в администрации, то есть во всех учреждениях города и округа. Таким образом, колледж наш дает не только среднее профессиональное образование, но и является стартовой площадкой для получения высшего образования и, конечно, дальнейшего успешного трудоустройства. В этом году колледж будет вести прием как на очное, так и заочное отделение. Бюджетные места предоставляются по двум специальностям очной формы – дошкольное образование и сестринское дело. На первое объявлен прием девятиклассников, а в основе поступления – конкурс аттестатов. На вторую специальность могут поступить выпускники 11-х классов. 25 бюджетных мест округ выделяет на эту специальность. Поступившие на конкурсной основе после 11-ти классов будут обучаться 2 года 10 месяцев. Итогом обучения является получение квалификации «Медицинская сестра» или «Медбрат». Вступительное испытание проводится 12 и 13 августа текущего года в форме собеседования. Студенты, которые проходят обучение на бюджетных местах, имеют право на стипендию и социальную помощь. Студенты, которые закончили сессию без строек, имеют право на получение базовой академической стипендии, которая сейчас составляет 1560 рублей. Студенты, окончившие на 4 и 5 семестр, получают дополнительную надбавку 25%. Кто на «Отлично» – 50%. Если студент 3 сессии подряд сдает сессию на «Отлично», имеет право на получение стипендий имени Волучейского, которая равна 3 академическим стипендиям. Также в колледже существуют доплаты к стипендии, разовые выплаты, материальная помощь нуждающимся и другие виды поддержки. Помимо бюджетного, колледж ведет и платное обучение. На базе 9 классов – сетевое и системное администрирование и дизайн. На базе 11 классов – финансы. Про то, как проходит обучение в колледже, в рамках дня открытых дверей рассказали и те, кто когда-то учился там. На данный момент я считаю, что это одна из наиболее перспективных и востребованных профессий. Большинство ребят, обучающихся со мной, с легкостью нашли свое место работы и получают удовольствие от нее. В колледже на данный момент я работаю преподавателем экономических дисциплин. Это еще раз доказывает, что специальность позволяет работать в любой отрасли, связанной с экономической деятельностью. Поступить в колледж можно и на заочное отделение по двум специальностям на базе 11 классов – это библиотека видения и документационное обеспечение. В колледже помимо учебы ведется и активная студенческая жизнь, и работают различные клубы, кружки и волонтерское объединение. Мария Даник, Телеканал Север.